Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это Супер Мама, новые 4 мамки, а также, ребята, я напоминаю, что сейчас действует офигительная скидка на мой курс по ютубу, если ты или твои близкие, или ты хочешь сделать подарок для там своей жены, мужа, брата, свата, который хочет заниматься ютубом, зарабатывать, понять, как здесь продвинуться, что нужно снимать, на что снимать, короче, все от А до Я, переходи по ссылке в описании, потому что сейчас стоит такая шикарная цена, что такой ценой, они вряд ли еще будут, и будет остаться такая, не очень-то и долго, поэтому по ссылке в описании переходим, ознакомливаемся и прокачиваем себя и начинаем в ютубе рубить бабло. Ссылка находится в описании, а мы начинаем новый выпуск. Поехали! В эфире проект Супер Мама. Четыре мамки. Тут четверо дуже різних матузь, щотижня змагаются за звання найкращої. Давайте ознакомиться. Знайомтеся з новою четвіркою. Мама чотирьох синів Ольга. Я мама з остальними яйцами. Яка впевнено керує чоловічим царством. У меня все четко, как в армии. Ну, типа, не бедно живут. Мама экстрасенс Рубіна. О-о-о-о! Мы сможем участвовать в битве экстрасенсов. Яка за ромскими звичаями висовує сына, как короля. Моего сына зовут король. Що ти будеш кушать? Давай-ка на нас с ліпками. Мама. Короче, ребенок вылезаний в жопу родителями-экстрасенсами, блять. Это какая-то ядреная смесь, блять, понимаете? Родители-экстрасенсы и сын, для которых... Мой король, блять. Я буду жрать лобстера, блять. Хорошо, мой король. Интелігентка Юлія, яка цілодобово дбає про здоровье свого сына. Есть он каждые три часа. Поэтому все свое время я отдаю ребенку. Блять, тут залюбленный тоже в сарлаку по-своему. Та мама-перекладачка Наталя, яка навпаки половину часу не буває вдома. Я живу на две страны. У меня есть семилетний сын, который умеет себе приготовить, покушать, постирать, убрать. Молодец. Протягом тижня кожна з матусь прийме суперниць у себе вдома. Привет. Здрасте. Та отримає оцінки. Від одного до десяти балів у трех категоріях. Хазяй новитість. Я спала з топором для м'яса під подушкой і з ножом. Вона пытается защитити свой дом. Самореалізація. Ты за что живешь? У мамы есть пенсия. Я не стою на тебе сорок лет. Та виховання дітей. Я даже своих пацанов учила пісюну страхи, чтобы последняя капля в трусы не попадала. Для меня это вообще неприемлемо. А на финальной встрече они побачать усі оцінки и узнают, кто станет супермамою. А я ***. Ну вполне возможно. Чья б корова мычала, а твоя б молчала. А Дмитро Карпачов розсудить матуски. Короче, будет весело. Все четыре мамки. Я напоминаю, что как выпуски выходят, все ссылочки на мамку потом попадают в описание. То есть у нас мамка с папкой экстрасенсы вылизанной какой-то там по цыганским обличиям, обычаям. Мамка четыре пацана. Мамка, которая ребенка типа тоже там каждые три часа кормит, тоже вылизанной в жопу. И четвертый, который практически с мамкой не живет, сам стирает, сам убирает, сам готовит. Психику власных детей. Окей. У вашей дитини є одна проблема. Это вы. Давайте, знакомимся пока что. Першими на знакомство с конкурентками приходят вытончена мама-интеллигентка Юля та багатодитна мама Оля, найдосвідченіша з усіх. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Оля. Меня зовут Юля. Мне 40 лет. Не могу сказать, что она там как-то супер шикарно выглядит. Серая, тихая, маленькая. Че, для сорока? Ну, типа терпимо, нормально вроде как по мнене. Хреново? Мышка. Вроде ухоженная. Саша, ему 7 лет. Мы с мужем разошлись. Я не работаю, потому что большую часть времени я посвящаю своему сыну. Постоянно вот нахожусь рядом с ним. Все время посвящаю. Он переносит молочные продукты, поэтому приходится для него индивидуально готовить и соблюдать режим питания, потому что он питается каждые 3 часа. Ну ладно, ему молоко нельзя. Ну не каждые 3 часа. Ребенка каждые 3 часа кормят до полугода. Плюс мы посещаем массу кружков. Вокал у нас, дзюдо, танцы, рисование. У меня как работа. В школу забрали, занятия, занятия, занятия. Для меня. Что-то мне-то похоже на мамку. Ну там другая была, которая, помните, с таким афроамериканцем малым. Ну там тоже такой в жопу вылизанный так был, что здесь. То есть она не работает, все время посвящает сыну, водит его на все в подряд. А скорее всего малой на все в подряд вообще ходить не хочет. Ему нахрен не надо. Кушает каждые 3 часа. Она его тоже будет ночью? Или ночью это единственное время, когда он может 8 часов поспать и не пожрать? Самореализация связана с развитием моего ребенка. Она 24 на 7 либо есть готовит, либо ходит по кружкам. Свято верит, что это как бы ее миссия. Мы решили время все-таки уделить больше музыке. Я считаю, что у нее есть талант. Какую музыку любит сын? Он очень любит классическую музыку. Начали мы с Поворотти. Ля Дуна Мобиле. Из Ригалетто. Слово Ригалетто я его даже выговорить не могу. Может, мне должно быть стыдно, что я не знаю, что это такое? Потом он переключился на Магомаева. Блядь. Я, наверное, понимаю, что многие, может быть, зрители не понимают, кто такой Магомаев. Но это, блядь, моя бабушка еще слушала. Серьезно, ты ребенка учишь? Ничего, кроме против классики, не имею. Серьезно. Блядь, ну не только же ее. Магомаев. Ребят, ну вы что, правда думаете, что ребенку это может нравиться? Это бред. На самом деле, это сложная музыка. Не все ее могут понять. На себя остается время? На себя почти не остается. В принципе, в 40 лет на себя уже можно не оставлять время. Зачем, да? В основном это ночью, потому что днем времени нет. Всегда можно найти время, было бы желание. Оль, ну расскажи, пожалуйста, о себе. Мне тоже 40 лет. Чем ты занимаешься? Я фитнес-инструктор Кенга Джамс. У меня четверо детей, 4 мальчика. Старше, 17 лет, его зовут Лев. В этом году он поступил в институт. Два средних сына учатся в 9 и в 11 класс школа. И младший, 5 лет, Никита. Мы его в этом году отдали в частный садик. Я немножко запуталась. Предлагаю тебе взять ручку, листик и записать. Я думаю, что она и не поняла, сколько у меня детей в итоге. Ну, человеку, у которого нет ребенок, вообще сложно понять, когда больше одного, а тут их четверо. Двое сыновей от первого брака мужа. Один совместный и один от первого моего брака. Я мачеха, но мачеха какая? А, то есть она, получается, родила по факту двоих. А двое, это вообще мужа дети. Они живут как бы с мужем и теперь с ней. А где мамка делась там? Мама и мачеха – это немного разные вещи. Мне, конечно, очень интересно увидеть взаимоотношения с ее родными детьми и с неродными детьми, потому что все-таки быть матерью чужих детей, мне кажется, это очень большая работа. Я, наверное, трачу меньше времени на четверых, чем ты на одного, если честно. И мне кажется, что мой пятилетний ребенок намного самостоятельнее твоего, которому 7 лет. Он знает, что не придет мама, не откроется дочек, а если он не поел, значит, он останется голодным. Я думаю, что в 7 лет просто ребенку очень сложно затянуться даже за холодильник, а чтобы достать оттуда еду. Я вам скажу так, у меня он Снежкина мала и София, сестра. Вот ей как раз 7 лет. Бля, такое вытворяет, не то, что с холодильника дотянуться сложно. Стул ставится, полетела, блин. Мой старший сын в 7 лет уже самостоятельно ездил на сборы по футболу. Не, у нас не настолько все серьезно. Ну, в холодильник в 7-летнем возрасте у меня, простите, конечно, но не проблема. По поводу того, что он не самостоятельный, тут вопрос качества. То есть я считаю все-таки, что как-то я хочу научить его делать качественно. Если у меня четверо, это не значит, что я работаю не на качество, а на количество. Пацаны знают, у меня все четко. У каждого есть свои обязанности, у каждого есть своя работа по дому. У меня позиция воспитания моих мальчиков, чтобы они самостоятельно принимали решение, потому что они мужчины. Я мама с остальными яйцами. Два раза я не повторяю. Мне кажется, Оля немножко жестковата. Ей нужно управлять больше какую-то нежность, да, ласку, тепло к своим детям. А какие принципы выхования у третьей участницы экстрасенса Рубины? Здравствуйте. Меня зовут Рубина. Я по нации цыганка. Я экстрасенс. Цыганка экстрасенс. Прямо как-то мурашки по телу побежали. Стало немножко не по себе. Может, у меня рога вырастут или хвост отпадет. Может, она себя победы наколдует, но это однозначно не получится, потому что победитель я. У меня есть сын, подросток, ему 12 лет. Зовут его Король. Пипец! Блядь. Сука, то был Адольф, блядь. То Карл Оль, блядь. Как вы до этого, блядь, доходите, блядь? Блядь, как тебя зовут? Карл Оль, блядь. Серьезно? То есть я себе представила мальчик, который сидит в троне короной. А почему такое имя? Это кто придумал? Это реально имя, да? Выбирал муж. Позиция того, что вот он для вас все, он король для вас. Он у нас один, как бы в позднем возрасте я уже его родила. Поэтому король, блядь. И мы думали, как же его назвать, интересно, так красиво. Да Иисус бы назвала, блядь, уже, шо ты, блядь, господи, бог, блядь, просто. Все вышки, блядь. Хулик Харл Оль, блядь, так низко. Сколько лет тебя рогает? Я думаю, что это, ну, об этом говорить ни к чему сейчас. А если сейчас спросишь, блядь, получишь порчу, блядь, так уж урод закрыла, блядь. Это что, секрет? Ты стесняешься своего возраста? Нет, не стесняюсь, ну, ни к чему это. Я не поняла, в смысле? Не, может, ей, конечно, 80, она просто хорошо шифруется, окей. У девушки должна быть загадка. Ладно, сменили тему. Скажи, пожалуйста, у тебя мальчик самостоятельный? Мы за него очень сильно боимся, сможем. Выпускать его гулять, мы его не выпускаем. Король сидит дома, король не гуляет. Уже взрослый, 12 лет. Это связано все-таки со сферой своей работы. Люди приходят ко мне с плохим. Это все откладывается. Надо ребенка везде всегда оберегать. О, боже мой, блядь. 12 лет отпускать его в лес или же ехать куда-то. Ну, я этого побаиваюсь. Бля, почему ребенка сразу в лес вывозить? А возле дома на площадке? Не, если что, то сразу в лес. Короля в лес. Король должен гулять в лесу. Нельзя мальчика воспитывать таким образом. А в школу уходит? Приеднатися до полкови виховної дискуссии поспешает остання матуся. Перекладачка Наталя. А это вообще не сына на срать. Привет. Я Наташа, можно Юля ко мне обращаться? Шикарно. Да. Так, ну, Юля или Наташа? Почему двоих именей? Как такое может быть? Потому что я живу на две страны, Турция и Украина. Там Юля, тут... А! Все, я понял. Вообще ее зовут Юля, но если ты в Турции, ты всегда Наташа. Это... Я вам отвечаю всегда. Вот. Там у всех это Наташа. Наташа. Не важно, кто ты там. Юля, Катя. Будешь Наташей. А для Турции имя Наташа не очень подходит. В смысле не подходит? Наоборот не подходит? А где Наташа? Не в Турции? В Египте живет. Турция имя Наташа, она же как ассоциируется? Все. А, Наташа это проститутка в Турции, я понял. Мне 26 лет. С кем ты работаешь в Турции? Что это за? Я турецкий переводчик. У меня сын. Сколько лет? 7 лет. Зовут Саша. Я ращу его одна. Боевой у меня маленький мужчина. Занимается боксом. Я думала, Наташа это хорошо в Турции. Это когда уезжаешь, он с кем остается? Он остается с няней. Бывает, я уезжаю на пару недель, бывает на неделю. По-разному. Объективно, Наташа. Я бы, наверное, не доверила чужому человеку смотреть за ребенком. Мальчик, он у меня адаптированный. Ну, даже иногда идет время, проведенное отдельно от меня, на пользу. Сына я хочу вырастить не таким, каким были у меня некоторые мужчины в моей жизни. В общем, ращу его таким мужчиной, который сам будет нести ответственность за свою жизнь. Он уже умеет зарабатывать деньги в модельном бизнесе и по дому тоже мне помогает, и тоже зарабатывает деньги. Каким образом? По дому? Он может убрать, и у нас есть прайс. Я считаю, что это не есть хорошо. Человека потом вырастет... Так, сынок. Помыть парашу 200 рублей. Выбирать на кухне 50. Что выбираешь? Бля... Сука, мамка, молодец. Давай парашу. Стоит и видит матери только, ну, кошелек, и что она мне что-то должна. Ну, конечно, у тебя сын король, блядь, только ты король должна. Он понимает уже в своем маленьком возрасте, что деньги нужно зарабатывать своим трудом. Ну, это хорошо. Я ничего плохого там не вижу. Мне понравилась больше всего Наташа, та, которая Юля. И я вижу в ней прямую конкуренцию. Как ее называть? Наташа или Юля? Супермама буду я. Потому что я уже супермама. По факту она Наташа. Кто ж, переможе, покаже непроста борьба, яка распочнется вдома у мамы четырех сынів Олія. С нее начинаем. Давайте. Тайфун. Контроль ваги із задоволенням. Меня зовут Оля. Мне 40 лет. Я абсолютно не ощущаю, не чувствую себя на свой возраст, потому что считаю, что мой пастор покинули мне враги. Ощущаю себя лет на 30, потому что вроде как уже есть жизненный опыт, мозги уже в порядке на месте. Я инструктор по фитнесу. У меня большая семья, у меня четверо детей. Я горжусь тем, что у меня все мальчики. Ваня, я тут. Мне надо давать пас. Никита, ты должен кому давать пас? Никому. Двое детей у нас от первого брака мужа, один ребенок от моего первого брака и один, самый младший, совместный ребенок. Это все наши дети. Мы их всех очень сильно любим и воспитываем всех одинаково. Настоящих мужчин. Гоу! У нас дома, как в армии. Я не люблю два раза повторять. Парни, вы собираетесь спускаться сегодня? Дел кучу. Лева, пылесосишь бассейн? Не, ну живут они не бедные, скажу так. Ванька, нужно подмести двор. Даже по количеству туй, которые я вижу, а туй, это нихрена не дешево. То есть батя зарабатывает, судя по всему, больше всех. Хотя и она работает. Никитус, цветы за тобой. Я супермама, потому что я точно знаю, как воспитать настоящих мужчин. А вы поддавитеся на Олене, чоловейче царство, матуси вырушают у село Нове, рассташованное у 20 километрах від Киева. Привет! Здравствуйте! Село Новое, не знаю, где это. Это мой дом. Мы здесь живем всей нашей большой семье. А, ну смотрите, судя по всему, это неплохой какой-то коттеджный городок, где... Ну да, это не село, это какое-то отдельное место. Дорога богата, чтобы все обзавидовались. Видела побогаче и подороже? Слава Богу! Все сравнение? Дом у них хороший, но место... Киева далековато. Это надо быть очень сильным человеком, чтобы так далеко ездить. Мужа дом или твой дом, или как? Это дом наш. Мы строили его вместе с мужем. Строили его с нуля. Это было поле, это было два участка отдельных. Вся вот эта красота во сколько обошла. Во много. Мы перестали считать. Такой дом построить с нуля. Я думаю, что где-то 200 тысяч зелени там ушло на это. Мы дом построили полувасту. Может, кто-то знает из вас что-то такое? Никто не знает. Есть веншуй, а есть васту. Шо у нас, с чем его едят, хрен пойми. Одной из обрядов застройки этого дома был первый кирпич. Значит, его должен был закладывать хозяин дома со всеми своим семейством. Куда по обряду шли драгоценные камни, сандаловое масло, лепестки роз. Ну вот, в общем, все это нужно было собрать. Для чего так, чтобы потом нам всем тут, типа, круто жилось? В общем, мы это все собрали, камни заказали. Дорого-богато. А на сколько денег там драгоценных камней есть? На понты. Это, на самом деле, осколки, которые... Осколок рубинчика, осколок тыры-пыры. И все это стоило что-то порядка тысячи гривен. Дома уже вот 8 лет, и что-то есть, и оно работает. Вот ты чего-то боишься? Нет, от чего-то окрашиваешь. Ну, у тебя все продумано. Сейчас она зайдет тебе, там, это, бля, черная магия, бля, порча, бля. Сейчас тебе там, она там, наколдую, бля. Твоё впечатление, если честно? Конечно. Я знаю по своей работе. Человек чего-то боится, значит, чего-то он натворил в своей жизни. И хочет всеми путями, всеми способами оградить свой дом, свою семью. Чего насправде боится Оля? И от кого захищается? Ты, по сути, являешься разлучницей, правильно? Дизнаемося згодом. Да ты знала, что у него дети? Ты, получается, танцуешь на их костях. Вы думаете, я каменная, или я не понимаю, что маленькие дети были? Я все прекрасно понимала. Было, ну, сказать сложно, это вообще ничего не сказать. Кальян нехороший, дорогой стоит, это карма, я знаю. Два кальяна, три кальяна, бля, там кальян курят, смотрю, бля, нормально. Три кальяна вижу, только что в кадр попало. Ты не подумала. Предупреждаю сразу, у кого какой-то негатив, в дом зайти не сможет. Дом у нас большой, светлый, двухэтажный, квадатура 200 или 230 воротых метров, точно не помню. Шесть комнат. Нормально, терпимо, не самый большой, не самый маленький дом. Какое все белое, какое все красивое. Ну, ремонт красивый вроде такой. Да, ремонт сделала сама, без дизайнера. Сама все придумывала. Оля ассоциируется с такая старенькая МБДСМщица, такая, сорокалетняя. А тут такое все, ангелочки, сердечки, приличненько все такое, беленькое такое, все чистенькое. Я не люблю в дизайне агрессивных цветов. Мне надо, чтобы мне ничего не раздражало, чтобы у меня все было. Каждый уголочек моего дома, он должен быть комфортный. Я же не всегда вот такая вот, как это. Мне иногда тоже хочется где-то зарядиться, где-то посидеть в релаксе. Я же не могу крещать 24 до 7. Поэтому у меня дома вот такая вот атмосфера, чтобы она располагала, успокаивала. Тебе муж помогал в этом? Нет, муж полностью взял на себя финансовую сторону. Он в ремонтах у нас вообще абсолютно ничего не понимает. Единственный вопрос, который я ему задала, какого ты видишь цвета нашу спальню? Когда он стал желтого, я решила больше даже не обсуждать. А думаю, пока спальня закончится, он уже забудет, что он говорил. Это очень круто, что у Оли с мужем вот так вот. Муж дает бабки, Оля их тратит. Всем бабам так вообще нужно делать. Так, ну что, девчонки? Какую, может, ты хочешь в спальню? Желтую? Хорошо, я поняла. Пошел в жопу, блядь, все забудешь. А что она белая? Ты же хотел белая, хотел желтую. Ни хрена не знаю. Предлагаю пройти вам на кухню. Угу. Сейчас не будешь по нему звать. Муж у меня ни хрена не шарит. Кухню проектировали сами, она получилась большая, просторная, светлая. Какая красивая. В смысле, вы кухню проектировали сами? Сама, судя по всему. Ты сказал, что муж ни хрена не делал, по твоим словам. То есть муж просто бабки несет, а он у тебя дебил, по твоим словам. Вообще, то есть, народ даже не понимает, как выглядит розетка. Как она вообще работает. А мы посмотрим твой холодильник. Конечно. Это он? Да, открывай. Угу. О, здесь прям как лорест. Так это два холодильника, как по мне показалось. Это не один цельный. Это два холодильника, просто дверцы одна на другую, одна на другую сторону. А что это за алкоголь у вас стоит? Так, сказала, о боже мой, как будто там я не знаю, что стоит. Я просто вообще его нет. Там стоит хорошее шампанское, белое сухое вино. Мы любим с мужем за ужином выпить по бокалу белого сухого вина. Ну тут на самом деле ничего какого-то страшного алкоголя я не вижу. Не водяра, реально шампусик и винчик. А ты не боишься, что кто-то из своих парней придет ночью, бутылочку раскроет? Да, не боюсь. Если они что-то захотят, они в первую очередь спросят у меня. Они пойдут на нычку где-то там и, как ты говоришь, ночью выпьют. А что ночью? Почему днем нельзя выпить? Лучше же не провоцировать. Дети должны видеть все. Не надо от них ничего прятать. Когда детей прячут что-либо, они потом дорываются и не знают меру этого. А когда они видят, что это нормально, это доступно, все дозволено, они даже не интересуются. Творожки, вещь хорошая для ребенка, это классно, сметанка. Мне какой-то очень маленький запас на целую семью. Мне кажется, у нас даже... Она себе маленький. А сколько она еще хотела понять? Да, это два разных холодильника. Но это не важно. Два одинаковых точнее. А что маленький запас там, блядь, обосраться можно? У меня всегда в морозилке есть НЗ. Вареники домашние, пельмени. То есть это не магазинные, а домашние, вкусненькие. Блинчики с мясом. Типа сама лепит, да? Ты сама готовишь? Нет, я заказываю у женщины, покупаю у нее, едут. Они не магазины, но я у женщины заказываю, блядь. А ты знаешь, как-то женщина готовит? Типа, с чего она готовит и так далее? Ну, как бы они домашние, но я их не готовлю. Сразу пол багажника затариваю и забиваю в морозилке. Она специально для тебя это делает? Ну, у нее это бизнес, а я вот только у нее. То, что она покупает, не считается домашней едой. Едей должна быть энергия маминых рук. О, блядь, это начинает. Конечно, блядь, потому что порча, блядь, в пельменях, это страшная сила, блядь. Потом с рдачка, блядь, два дня. Они непонятные женщины. У вас разное меню для каждого или ты как-то по-другому делаешь? Нет, меню у нас для всех одинаковое. Если кто-то что-то не ест, это их проблемы. Вот холодильник, открывай, вот плита, вперед. Ты готовишь как-то вот для детей? Ну, чтобы их удивить, порадовать. Понимаешь, я тоже люблю, когда меня удивляют. Но извини меня, пять мужчин, и каждому по-своему удивляют. А для меня это нет. Я вообще пытаюсь вот это здесь свое время минимизировать. То есть ты по хозяйству так наготавливать, выготавливать не очень любишь? Если даже у тебя нет времени, ты должна планировать его так, чтобы у тебя обязательно было время на то, чтобы доставить удовольствие своим детям. То есть вот эта вот атмосфера семьи, я ее, ну вот, не прочувствовала. То есть нет вот этого материнства. А чему Юля, навпаки, майже не відходить від плити? А, это точно ждет других выпусках? Едет он каждые три часа, я не работаю именно из-за питания. Та чи корисна дитині винайдена мамою дієта? Гречка, мясо, гречка, мясо, гречка, мясо. Да, у нас картошка, гречка, картошка, гречка. Каждый день. Дизнаемося у наступних выпусках. Это Юлин какой-то заскок. Убираешь такой огромный дом ты сама, либо же есть тебе помощница. У меня есть помощница по дому, есть помощница по участку. Но у меня же еще как бы дети взрослые есть. Я их воспитываю так, что у меня я не наймочка, повариха, уборщица и так далее. Они мне помогают. Конечно, я не могу сказать, что они там прям горят желанием, а я сегодня помою полы. Нет. Но у них есть обязанности, я их раздаю каждый день. А было такое, что ребенок говорит, ну я не буду делать, я не хочу, у меня настроение. Да, было. Ну и надо, чтобы было так, как я сказала, по-любому. Я воспитание жесткая мама. По заднице я могу дать. Так как отец военнослужащий, привык общаться с курсантами, он всегда было примерно там сидеть, лежать, стоять. А, батяка лучше офицера. Я привыкла к такой манере, наверное, воспитания. А, ее батя офицер. И где-то я точно так же воспитываю своих детей. Я думаю, что так и надо воспитывать мальчиков. Такие все высокие, чем дети далеко. Вот мои кабанчики. Лев, это самый старший, ему 17 лет. Он, это мой сын от первого брака. Никитка, это самый младший житель нашего дома, ему 5 лет. Это наш совместный с мужем ребенок. А, то есть двое средних детей, это от бати. Все, ну этот на батю похож был. Которому 16 лет. И Иван, которому вот сейчас будет 14. Дети от первого брака мужа. Я, конечно, не привыкла к такому количеству мужчин в доме. Кушать хотите? Да. Да. Они скоро меня съедят. Что вы любите больше всего есть, расскажите. Яйца. Я все ем. В магазин я хожу как на работу. Это происходит каждый день. Я говорю, я все жру. Мне дайте хоть пожрать, пожалуйста. Я не перебираю харчами. Хоть что-нибудь, хоть хлебушек с маточкой. Каждый день или я, или муж прем пакеты с едой. Потому что они мальчики. Принцип жизни. Потому что они растут. И они много кушают. Ставь на плиту. Мусор вынесли? Да. Я просила цветы полить. Полили? Да. Она раздает каждому обязанности, я так понимаю. Нет. Она говорит, ну, сами обязанности, которые мы должны сделать. И мы уже между собой сами решаем. Ну, это бывает долго. Один горбатый очень. Как сегодня вы решали, кто мусор вынесет? Все нормально решили. Да понятно. Как, Никита, рассказывай. Старый, назицы, много. Все должно было быть честно. Но из-за того, поспорить, что Баня проиграл, пошел вынести мусор. Но он начал морозиться, закрылся в туалете. Моям пришлось вынести мусор, но оказалось, что еще был мусор. И потом Баня сам понес мусор. В любом возрасте дети ленивые. Я не видела таких детей, которые бегут впереди паровоз и кричат. Я побежал развешивать белье. Или он, сушка высохнула. Она бегом нести. Они не помнят про это. Это как воспитание? Конечно же, нужно прививать самостоятельность. Ну, и что, как папа на меня мантикает? Да, и как? Когда я не хотел на футбол. Да, и что он тебе сказал? Ты врешь сейчас? Нет. Ты сейчас врешь, он не мог такое сказать? Нет. Он сказал, типа, сучий сын, а полдружина пса. Перевод. Жена пса. Никитоса, матьюков много знаешь? Конечно. Конечно? Одинокшился. Подбратьев. Андрея. Друг твой, что ли? Да. Расскажи, какие матьки знаешь? Бобер. Козел. Тупой. Баран. Он просто в зоопарке был недавно. Перечисляет. Оль, как ты относишься к тому, что сыну другая, ну, матюкаются? Меня радует то, что он знает, что это плохие слова, и что их как бы нельзя говорить. А знают все, на самом деле. Что это за маленькая собачка там у нас? Вы бачили такого у тебя малюненького? Я думала, если честно, что вам похлеще скажут. Для пятилетнего ребенка это, конечно... Скажите еще раз. Да я не знаю, для ребенка это вообще некрасиво даже при взрослых это выражать. Она улыбается и показывает, как классно, как круто, что у нее такой растет пацан, он все знает. Дитина рано или поздно почует плохие слова и, целиком, возможно, попробует их повторить. Поэтому важно сформировать у дитини правильное ставление до такой лексики. Не важно делать сильные акценти на нецензурных словах. Но важно объяснить значение таких слов, и почему саме их не стоит вживать по отношению к другим людям. Кто-то заспел к нам? Иначе получишь бубен. Я пробовал. Что пил? Ну, знаете, как дешевый этот... Да я молодая, я знаю. Ну, была компания. Все пили, и я. Да? Ну, да. И все рыгали потом. Это вообще не удивительно для меня. Я была таким же подростком в его возрасте, и я уже начала курить. Оля, ты знала об этой ситуации? Я узнала об этой ситуации, когда ситуация уже произошла. Ну, как всегда. Да, как всегда. Если бы я знала, понятно, он туда бы не поехал. Он пробовал алкоголь и пробовал сигареты, и он сам нам об этом признался. Мы не стали с мужем сильно грестивничать по этому поводу. Как правило, почему дети поступают? Потому что где-то недосматривают родителей, где-то недообъясняют. Если вы узнали, что ваша дитина пробовала алкоголь или болезнь, поговорите с ней спокойно. Запитайте, почему она так делала. Розкажите про возможные последствия. Поговорите про влияние друзей. Как раздражаться, когда предлагают тебе то, что тебе не нравится. Также поговорите, как по-другому заслужить повагу, кроме как разделить шкодные разводы. Лева, ты курил, ты пробовал вообще ничего? Нет. А что, маму боишься? Да нет, не хочу. А чего не хочешь? Да нет желания. Ага. Ну расскажи, что занимаешься спортом. Ну так одно другому не мешает, просто не хочу. Ну просто так. Лев красавчик. Лев воспитанный, не пьет, не курит, умеет флиртовать. Я ему тын, он мне тын. То есть это мой типаж, что ты-то я ставлю. Мамка, тебе 26, блядь. Что ты ему тынкаешь, блядь? У вас одна комната или? У каждого своя. У каждого своя, круто. Я с Глебом сплю. А что ты с Глебом спишь? У тебя нет своей комнаты? Наоборот. Это я с ним сплю. У Глеба нет своей комнаты. А почему у всех есть, а у Глеба нет? Ваня живет с нами, а Глеб живет с их мамой. Ты давно здесь живешь? Недели две, я думаю. Мы забрали Ваню, нам отдали Ваню. Можно назвать это по-разному. Потому что Ваня сейчас, у него сложный характер, у него плохое поведение. Он там может подраться в школе. До института он будет жить сто процентов здесь. Я знаю точно, что хуже не будет. У меня, блин, муха не пролетит. Тебя, получается, отправили сюда, чтобы тебя эта женщина исправила. Перевоскитала. Как ты эту женщину называешь, расскажи? Мачеха. Какая мачеха? Любимая. Пацаны, пожалуйста, только не бейте и покормите. Я ем все. Любимая мачеха. Мачеха я не люблю вообще. Ну, когда она еще, наверное, с глубокого детства, в этих сказках, какие-то мачехи, вечно злые. Своих любили, чужих не любили. Но в любой сказке это же большая доля правды. Они предлагали в маленьком возрасте называть меня мамой. Ну, я просто считаю, что у них есть мама. Вот. И предложили им шутливо называть меня мачеха. Я считаю, что мачеха может быть хорошей. Как дети называют дружину, батька, чиновника, мамы, не мает особенного значения, если они сами выбрали этот вариант. И он всех влаштовывает. Оля тут мает рацию, что не требует себя называть мамой. Оскільки у ребят уже есть мама, и Оля ставится к этому. Ну, мне кажется, можно было просто Олей называть. Ну, просто, просто Оля, да, там. Ну, если даже не тетя Оля. Просто, знаете, там, мачеха! Что? Мачеха! Ну, как-то, я не знаю. Такая мама, мачеха, ты где? Знаете, как говно обращается. Или как грабыня. А где мачеха? Ну, как-то, не знаю. Ну, как-то Оля хотя. Просто Оля, да? Ну, нормально по имени. А там, пришел кота в гости. А мачехи еще не было, не? С повагой. Ну, не знаю. Так, парни. О, смотри, кто такой маленький, бля, девица, бля? Напишите в комментариях, что за собачка? Какая-то она очень маленькая. Может, это щенок? Это то ли похоже на чихуахуа, только маленькая, волохатая. Мы сейчас с девчонками закончим. Буду дальше показывать нашу территорию. Сделайте так, чтобы там был порядок. Давайте, давайте. Собака в шоке, она даже не двигается. Давайте. Это такие здоровые лбы. У них уже по-любому у кого-то есть девушка. Да вообще, бля, уже своего пенсионца вставляют стопудом. Вообще в курсе, зеркать собаки. У Вани тысячу дел. Вот. Ваня у нас любвеобильный. Это как бы несерьезно. У Левки уже девушка. Я всегда знала, чтобы она приехала к нам, чтобы они... Если мы их смущаем, окей, у нас есть позволять место, чтобы они приехали там и побыли вместе с вами. Он уже знает, откуда дети берутся? Реально, такой спроси. Прикинь, что у него в голове. У него тараканы. Прикинь, бля, спросила, откуда дети берутся. Ваня за кумушей, бля, ты что, бля? Откуда дети берутся, бля? Еще не все в полном размере. Почему так уверенно? Я со Львом на эти темы разговариваю с младшего возраста. Он говорит, мама, я считаю, что Ангелине еще рано. Ждем пару лет. Мама, Ангелине еще рано, Ангелине, давай, блядь. Ангелина, мама не знает. Мам, мне, мам, мне, нет, и что? Секс? Не знаю, что такое секс. Нет, мам. Вообще, не знаю, без понятия. Мы с Ангелиной чисто в карты играем по ночам. Без понятия. Я думаю, что у него был. Если бы я не была 15, я, по-моему, уже дала. Льву, когда была лет 7, наверное, 8, у нас была такая ситуация. Им в школе выдали представление. А, он ей понравился, Ля, смотрите, она уже ему дала, она уже там с ней моргает, чики-пуги. Я говорю, Лев, смотри, вот эта вот штучка, стесняться не надо. Это открываю ее, показываю, для чего это, объясняю. Я просто хочу, чтобы он не по книжкам это знал уже, знаешь, как бы. А вот если им подарили в школе, это значит, уже пора, чтобы не стеснялся задавать мне вопросы на эту тему. А тебе было не стыдно, как матери, ну, показывать вот это все? Абсолютно. Мне было не стыдно, и я даже своих пацанов учила писюну, стряхиваю, чтобы последняя капля в трусы не попадала. Когда мама такое рассказывает, о таких интимных вещах, это надо какой быть, реально сдвинутый на всю голову. Ну, ничего тут такого не вижу, типа, просто звучит как-то немного странно, но ничего необычного. Ну, то, что только там мама пацанов учит, странно, почему не батя может это все объяснить, ну, тут тоже хрен с ним. То, что она там говорит, что она там что-то встряхивает куда-то и так далее, я не думаю, что это надо делать лично, это можно просто объяснить. Ты Никите объяснил? Ну, а, подожди, ты не объяснял, ты реально им встряхивала? Давай вернешь своего болта, бля, держи. И вот так ты рыбень его жопа. В смысле? Ты объяснял или ты им встряхивала? А, такие темы, он слышал такое всякое? Да, конечно. У меня есть книга, называется, по-моему, об этом, про это. Вот, такая книга. Тут, кстати, не дописано, с какого она возраста. Что, об этом? А вот это вот что, знаешь? Живот. Живот. А в животе что? Кто там? Мальчик. А вот это что делает дядя с тетей? Ну, любит друг друга? Да. Ну, отлично. У бедного ребенка сейчас стресс. У него стоят четыре левых бабы, и они там смотрят на картинки, а малый говорит, господи, пожалуйста, не надо. Ему стыдно, бля, чего вы малого напрягаете? Крайне мере, потому что я увидела, ему это еще не интересно. Ну, просто интересно полистать картинки. Я считаю, что Оля очень рано начала Никитосу объяснять что-то, вообще раскрывать какие-то темы по половому воспитанию. А старшим пацанам, старшим пацанам, мне кажется, уже и без нее научились, что такое презерватив, куда его надевать, и куда потом это что делать, что тыкать, как бы. Сексуальное вихование нужно начинать с детьми с трех лет, и проводить регулярно. Мы живем в мире доступного интернету, и не можем, на жаль, изолировать дитину от этих знаний. Это правда. То, что раньше там кто-то сказал, сейчас ребенок, так, бля, букаке. Ох ты, бля, ох ты, гей, мать моя, бля. И все, у ребенка, ребят, уже в шесть лет, в десять, у него уже все, в голове у него. Поэтому лучше хотя бы объяснить, что такое каждое слово, чтобы он понимал как бы более адекватно то, как в объем. Раньше это будет достоверная информация из разговоров с родителями и качественных книжек, чем плитки или картинки с смартфона друзей. Поэтому Оля выполнила все правильно. Ушли дети. Я хотела задать вопрос, который меня мучил с момента, когда я узнала, что не все дети родные Оле. Ты, по сути, являешься разлучницей, правильно? Я не считаю себя разлучницей. Я, наоборот, считаю, что я подарила счастье, как минимум, себе, моему мужу, любимому. Освободила маму этих детей от Григория, потому что, если бы он любил эту женщину, он бы никогда в жизни не ушел. А, то есть, получается, он был стоя в отношениях с первой женой и ушел к ней. Если он не любил, то зачем ее мучить, себя мучить и детей мучить? Потому что детям всегда хорошо, там, где хорошо, родителям. Это моя четкая позиция, меня не сдвиньте ее ни справа, ни влево. И я всегда буду права. Семья должна быть на всю жизнь. Да ты, по сути, знала, что у него дети? Не сказала, оставляешь семью, оставляешь детей и приходишь ко мне. Я прекрасно знаю тех мужчин, которые живут с семьями, не уходят и живут с любовницами. Все прекрасно. В роли любовницы я не могу быть. Ну все, баба борется за счастье. Никому не понравится, когда подружные отношения закончатся. Но, на жаль, так бывает. Так происходит, да. В этом случае, наоборот, лучше узнать одне одному, что... Не, ну я по этой цыганке, она считает, что если женился, то раз и навсегда. Даже если вы друг друга ненавидите, даже его... Все, ты выбрала до конца жизни, иначе будет порча, проклятие на всю жизнь. И твоим детям, бабушкам, прабабушкам все передастся. Члюб себе, віджив, завершите стосунки и шукати счастье с другой человек, чем поддерживать стосунки с двумя женщинами одновременно. Если бы ему было хорошо, он бы у него ушел оттуда. Опять начинается. Ты знаешь, если бы ему было вот так хреново, он бы, наверное, с первой драчной ночи ушел бы, сказал бы, да нахрена ты мне такая нужна, ты меня не устраиваешь. Конечно, у меня это все накипело. Ко мне часто приходят такие женщины, которые потеряли своих мужей. Я скажу честно, к экстрасенсам, бля, 99% ходят только женщины. Вот серьезно, бля, бабы, вы меня простите, вы бываете... Вот потом находите вот таких вот, рубина, цыганка, она вам скажет, эй, вижу, как бы это твой, твой молодой человек. Есть у тебя эта подруга Олечка Наташенька, что-то не то, не то вообще. И реально верят, в эту херню все рубят на корню. Им очень тяжело восстановиться. Девочки мои, не надо ходить, не верьте в эту хрень. А дети видят рядом с собой несчастную маму. А что про Олю и разлучение батьков думают властные Олы Непасынки? Матуси воспитают их на Одинси. Присаживайте. Глеб, а скажи, пожалуйста, тебе не хватает папы или тебе так нормально? Я уже привык. Когда папа ушел, как ты себя ощущал? Скучал, звонил. Когда он ушел, у меня был один год. Я не помню. Оля разбила семью. Она забрала у этих детей отца. Она не поняла и не поймет это никогда в жизни. Еще с самого детства папа предложил, когда еще не было Никиты, переехать к нему жить. Но всегда на этом вопросе мы с Глебом не отвечали на это. Вы, наверное, боялись, что мама обвинется, если кто-то из вас уйдет, да? Самый сложный период, мне кажется, был тогда, когда мы пытались, чтобы они привыкли, что рядом с папой не мама, а другая женщина. Но они были очень маленькие, поэтому не до конца понимали всю эту серьезную взрослую историю. Дуже важно честно говорить с детьми про то, что происходит впродовж разлучения и разъезда. Пояснивать, что разлучение не избавит их родителей. Они имеют достаточно внимания от мамы и отца, даже живут отдельно. Какая была причина, что ты сюда переехал? Это из-за того, что я попробовал алкоголь, и мама об этом узнала. А как ты стульями кидался? Ну и из-за моего поведения тоже. Со мной сложно справляться. И мама одна была. Я не знаю, как это описать. Ну, у меня вообще исключили с лица. За очень плохое поведение в отношении не только к одноклассникам, но и к учителям. Ты можешь к ней подойти и сказать, ой, у меня там такая беда, довериться ей? Ну, я такой человек, который просто так не подойдет, не скажет, что у него беда. Да, я просто держусь ее себе и не выговариваю с людьми. Ну, знаете, я на нее смотрю, наверное, отвалил трешняк, но пацан не глупый. Ну, по крайней мере, выговаривает мысли, какой-то, ну, более уверенный в себе, что ли. Тебе нужна будет защита. К кому пойдешь за помощью? За коллег, папе, к маме? Никому. Ребенок закрылся, и это страшно. Он сам по себе. То есть он наедине со своими проблемами, которые он решить не может. Врушение этих парт, алкоголь. У него психологические проблемы. У него реально, ну, у него нет семьи. Как Оля пытается тебя исправить? Она меня контролирует, у нее все номера почти всех моих учителей. Решать проблемы, решать какие-то вопросы, она не ограничивает мои возможности. Я называю этот возраст козлячий. Вот сейчас от козлячий возраст мы переживаем в свании. Это непросто. Я не могу на себя взять полную ответственность. Козлячий. Я в любом случае, если к этой проблеме, мы решаем только с мужем. Ты чувствуешь уют домашний здесь? Да. А у тебя дома, там, где ты жил до этого? Тоже. Глеб, ты как считаешь? Тут здесь есть этот уют. У меня эти дети, они безразличные. Они были маленькие, я их кормила, помогала одеваться, чему-то учила. Я прямую роль играла в их воспитании. Ты чувствуешь какое-то там разделение, что больше получают лев и нититос? Или как у вас? Нет, она к своим детям одинаково относится. Будь то мы, папа, либо Никита, или вот не ее. Все любят друг друга одинаково. Даже ради очень, там, капец самого любимого мужчины в жизни, я не уверена, что я бы смогла воспитывать чужих детей. Ну, я скажу так, это на самом деле зависит от человека. Есть люди, которые из детдома берут детей и вообще воспитывают. А есть такие, да, которые вот своего больше любят, чем чужого. Тут уже нет. Тут как бы каждый по-своему. Ну, своих будет больше. Вот в этом именно ее работа. Проникнуться этим ребенком, его проблемами. Для меня вообще Оля в этой ситуации красавчик, как бы, вообще. Пацаны, что, мы уже пойдем. Вам большое спасибо за такие откровения. Ну, здесь, знаете, нетрешовая мамка. Вот бывает такой прям треш-треш, ну, типа, здесь как бы, ну, есть шансы, так понимаю, на победу. То есть, да, там расстались. Ну, я согласен, мужики, если бы не захотел, нахрен бы не ушел. Это правда. Вот серьезно, вот не ушел бы. Значит, там была какая-то лажа и жопа. Поэтому, баба говорит, а чего я, блядь, должна вот это, вот ради кого-то, вот, вот, хочу свою жизнь устроить. Тоже не вижу ничего там плохого. Судя по всему, даже зарабатывают нормально. Если с мужем построили дом, а это они еще развелись, хрен знает когда, когда этому сыну еще год был. То есть, тоже сколько лет, там, 13 назад, правильно, или 14? Вау. Я фитнес-инструктор. Занимаемся вот на таком оборудовании. Рассказывать можно долго, нужно 11 попробовать. Ну, мне кажется, веселая вещь. Такая дум-дум. Попрыгать можно. Главное, ну, не подвергнуть. Не, я не хочу, спасибо. Энергетика плохая. Рубина будет нас оценивать. Я не спортсмен. Я не спортсмен. Я не спортсменная система. Я поняла, что ты шаманка. Но шаманы тоже иногда прыгают, занимаются шпорами. Мне было это жутко неприятно. Мне кажется, что это некрасиво, просто неуважительно по отношению к хозяйке. Это моя любимая работа. Потому что, кроме того, что я получаю удовольствие от занятия спортом, оно мне приносит еще и деньги. Сколько ты получаешь денег? Это круто. Ну, так, чтобы вообще не напрягаться, ну, это тысяча евро. Месяц? Да. Как давно ты стала преподавать? Четвертый год. Какое у тебя образование? Есть образование? У меня два высших образования. Инженер-технолог. Первое образование, а второе экономическое. Слушай, экономик? Ну, и по факту я теперь работаю фестинс-тренером. Ну, так у многих так, знаете. У меня тоже есть образование, экономист. Бля, по факту, бля, дурачок, сижу за камерой и, бля, вам это... Втираю свои реакции. Ну, добился. Ну, по-моему, такое даже образование, образование блогер. Можно пойти на актера, там, не знаю, на режиссера. И прыгаю на ботинка. На клоунах. И кайфую. Цирковую искусство. Я не трачу на свою работу целый день. Я не сижу от звонка на звонка на заводе, на работе. И тем самым я не лишаю своих детей своего внимания. Я женщина, которая смогла построить все вот таким вот образом. Я могу положиться на своего мужа и быть за ним, как за каменной спиной. Показываем элементарное. За каменной спиной. Повтори. Не с тиной спиной, а каменная спина. Да. А теперь постарайся ногу, которую ты попрямляешь, чтобы она была прямая. Да, а теперь по два раза можешь? Это довольно-таки физическая подготовка требуется, чтобы прыгать на всем на этом. Поэтому Моля такая худая, что ведьма в 40 лет. Да, она подтянутая. Что ж ты прыгаешь-то? На каком счастье? На какой судьбе разрушенной доли? Это успокоиться не может. Жизнь разрушила порча. Горя тебе в аду, проститутка, увела мужа из семьи. Мой сын, король, блин, вообще, любимый. Мы с мужем его любим, в жопку целуем. А ты-то танцуешь, бля. Ты прыгаешь. Вообще, бля. Калорий мы потеряли, поэтому можем себе позволить по кусочку тортика. Я жду эту встречу с этой мамашей-целанкой. Я старалась. Все так вкусненько стоит, все пахнет, благоухает. Он даже кушает, а не так? Заходит муж. Халюаны. О, муж. Ну, на самом деле, вот тот, как он сейчас, второй ребенок, по-моему, или третий, средний, там, вот, похожий. Мы познакомились вот с ручкой. Которого причина лица не знала. Мы ссорили ее очень давно, еще в 1999 году. 20 лет назад. 20 лет назад. Я был генеральным директором фирмы. Гриша даже был на первой моей свадьбе со своей женой. Он даже меня ворвал. Участвовал. Нихрена, все, когда вы были знакомы, Миша был на свадьбе, когда она женилась, он ее воровал. Тут своровал, нормально. Участвовал, да. Тут украли, потом там зашлись. Санта-Барбара, что могу сказать. Нормально, что, в жизни бывает. Потом прошло много времени, мы не общались. Я родила ребенка, ушла в декретный отпуск. И случилось так, ну, просто сечение обстоятельств. Гриша был другом моего отца. И в тот момент мы были на даче у моих родителей. И отец по своим делам позвонил Грише, просто пригласил его в гости. Приехал Григорий. Я на него посмотрела совершенно другими глазами. Я не знаю, что произошло. То есть мы столько времени общались вместе. Мы столько времени не общались, не видели друг друга. Но именно в тот вечер, вот что-то между нами произошло. Гриша набирается силы, воли. Едет к отцу, ставит втулку коньяка на стол и говорит, я люблю вашу дочь. Пухнем. Папа ступор. Девочки, он встал из-за стола, развернулся, ушел. Мы не общались год, да. Знакомые, друзья, как все это восприняли? Ну, отвернулись все на тот момент практически. 80% круга моего общения от нас отвернулись. Мы попадали под прессинг под жесткий. Даже мои друзья, проезжая мимо, я говорил, зайдите. Они говорят, мне это не твой дом, мы сюда не пойдем. Получается, у вас были отношения, когда вы были женаты, да? Ну, да, так бывает. Сколько детей было? Год и три. Оля принесла много горя другой женщине. Поэтому в ее доме очень много оберегов. Она пытается защитить свой дом. Для себя она делает все, что может. Просто то, что она сделала для других, это плохо. Для себя она делает все хорошо. Вы думаете, я каменная? Или я не понимаю, что маленькие дети были? Я все прекрасно понимала. А Гриша душу в себя рвал по этому поводу. Было, ну, сказать сложно, это вообще ничего не сказать. Для меня поломать детей, ну, ты, получается, танцуешь, на их костях, на их судьбах. Вот ты так красиво живешь, так круто все. Ты скачешь на этих крутых, этих спортивных ботинках. У меня все есть. Так она детей из себя забрала, типа, она их воспитывает, перевоспитывает и так далее, типа. Я понимаю, цыганку, короче, бесит то, что у людей не сложилось, и она там появилась, и мужик ушел, типа, он не должен был уходить, он должен был жить со своей той первой женой до конца своей жизни. И неважно, нравилось ему, не нравилось, там были скандалы, не были, должен был жить. Я счастлива, все хорошо, а дети им хорошо, ты не подумала о последствиях. Так. Давайте накатим. Боже ты моя несчастная, она прям такую сделала из себя актрису, ей так было больно. Вы же, получается, мальчиков лишили себя. Я не считаю, что я лишил мальчиков себя. Я всегда участвую в их жизни, я записан в родительском комитете, я записан в группе в школе у одного и второго, езжу регулярно в школу, участвую в здоровье, в воспитании. Благодаря Оле мы совместными усилиями как-то вышли из этой ситуации. Он играет, подает дудку, как она скажет, она манипулирует им. Ребят, от хороших не уходят, насколько я знаю, пока на своем опыте. И я знаю одно, что если родители, детей несчастливы вместе, то и дети тоже счастливы не будут, однозначно. Абсолютно согласен, типа, вот эта цыганка меня бесит, я хочу видеть ее сына короля, понимаете? Сто процентов. Там, наверное, такая, бля, любовь и идиллия. В итоге. В данный момент меня устраивает все. Я, как образцовый семьянин с работы, иду домой. Мы прожили не год, не два, уже 13 лет. И мы до сих пор интересны друг другу, нам до сих пор хочется проводить время вместе, оставаться наедине. У нас очень много общих интересов. Я уверена на стопроцентно, что вместе... Ну, во-первых, еще она за собой следит, понимаете? Это тоже очень важно. Мужик как бы смотрит, такой, моя малышка такая вся. А другая мужик там говорит... Да, бабы должно быть, что за что взять, бля, восьмой размер. На всю жизнь. Ну, мужику нравится. Спасибо за это. Спасибо вам за свою венность. Бля, я хочу цыганку. Ну, в плане посмотреть. А что скажет Оля Дмитро Карпачева? Я считаю, у Мабаши шансы на победу большие. Посмотрим остальные. Это было на самом деле очень сложно. А чему вам было важко? Потому что дети были маленькие, и, конечно же, с одной стороны, вроде как они еще не совсем все понимают, и можно как-то к себе там приучить, но с другой стороны, наоборот, это очень было сложно, потому что я должна была найти общий язык с детками. Я должна была их полюбить как своих, потому что дети были очень маленькие, и кроме того, что я тоже однозначно занималась каким-то воспитанием, мне нужно было еще элементарные какие-то делать такие вещи, которые, как любая мама, готовить, кушать, кормить, вытирать, подмывать, одевать. То есть даже так как они были очень маленькие. Но вода и камень, конечно, год, два, три, ты к ним приростаешь. Я им не посторонний человек. Вот вы слышали, не раз мы там шутливо говорим, мачеха какая любимая. Не думаю, что у них там ко мне большая сумасшедшая любовь. Ну, хорошие у нас дружеские отношения присутствуют. Яким чином вы этого досягли? Я чему питаю? Бо я бы хотел, чтобы вы были прикладом для других, у которых, возможно, такая же ситуация. Да, в первую очередь, мне кажется, что это личным примером отношения с мужем. Мы всегда отдыхаем вместе, куда-то выезжаем вместе. У нас очень много общих интересов, которых мы пытаемся подтянуть и детей. У нас нет такого там, каждый вечер, например, разбрались по комнате, да, и смотрят там дни передачи. Нет. Мы очень часто проводим время вместе. Если это фильм какой-то, мы тоже подбираем, так что было двоим интересно. Они слышат, как мы общаемся, они не слышат, ругни. Ну, мне это важно. Ну, это хорошо, если это правда. Конечно же, и подарочками задаривала, и там это все присутствовало, однозначно не буду скрывать, но как любому ребенку хочется, да, там какое-то больше внимания, чем, вот. Но мне кажется, что в большей степени все-таки это отличным примером. То есть подарки, уважение к их родителям, семейные традиции. Ну, да. Как-то они должны собрать объяснить то, что происходит. Раньше папа живет с мамой, теперь он живет с другой женщиной. Как это вообще? Что это такое? И детям нужно это объяснить. Вы им объяснили? Конечно. И Гриша много раз рассказывала, что бывает, так случается, многие семьи расходятся, разводятся. Но это никак абсолютно не должно повлиять на вас, на ваше там воспитание, на ваше образование. Перпочов даже ее не ругает. Заметьте. Папа там не ушел, не бросил. Просто у вас стало там больше бабушек, больше дедушек. Сейчас намного проще об этом говорить. Ну, конечно, они же уже... Да, тогда было, да, нелегко взрослую тему донести до ребенка, чтобы как бы стараться минимально его травмировать. Чи у вас и у Григория не выникало конфликтів щодо того, как треба выховывать детей? Вы, например, говорили, что треба вот так. Да, сто годов были моменты. Нет, конкретно у нас с ним зачастую всегда одна и та же думка. Прямо идей. Хотела бы у вас, как у специалиста, как у профессионала, подсказку. Так у тебя все идеально. Какую ты хочешь подсказку? Младший всех строит. Это, наверное, неправильно, да? Он должен иметь меньше голоса. Младший всех строит? Не понял. Всем стоять, бля. Бля, я не понял, бля. Ты шо, бля? Я первый срать хожу. А он стоять. Все его воспринимают как бы с шутливой стороны, но я понимаю, что, наверное, он сгоняется чересчур. Но всех это тешит. Ладно, там, меня понятно. Да, и родители. Но даже старших братьев это не напрягает. Ну, например, он может скомандовать. Так, встал, пошел, принес. Знаешь? И они улыбнулись, встали и пошли принести. Наверное, это не совсем правильно, да? А почему? Ну, он младший, он должен слушаться старше. Он командор! Вважаете, что требует дослухаться? Я не знаю, я вас прошу. Но у нас не так, по крайней мере. Ну, а вы как вважаете? Ну, наверное, должна быть какая-то субординация. Вы как, дослухаетесь до того, что кажется вокруг? Ну, нет. А как же так? Она же старша. Ну, да. Инколи для того, чтобы понять, как нужно себя поводить, нужно примирять это на себя. Не поставить себя на место, а примирять эту ситуацию на себя. Дослухаться нужно того, кто говорит что-то разумное и полезное, независимо от его века. Так? Ну, да. Если меньший может керовать старшими, то хай керует. Сейчас у нас это тешит, а станет старший. Как-то может повлиять его потом на его, там, со всеми так будут разговаривать, а его не будут так все воспринимать, как его, да, старшие братья? Легко ли ему будет в дальнейшем? Конечно, будет керевником. Не? Наверное, да. Спасибо большое. Мне было интересно послушать ваше мнение. Короче, Карпачев вообще не ругал. И прислушиваюсь. Шансов на победу большие. Очень надеюсь, что вы будете супермамой для всех ваших детей. Спасибо большое. Сейчас оценки и посмотрим, кто в следующем выпуске. Залишилось лише дизнатися, какие оценки выставили Оли и ей конкурентки. За материнство я ставлю Оле твердую десятку. Для меня Олин поступок, что она приняла в свой дом, под свою крышу, под свое крыло чужих детей. Даже если это дети ее любимого мужчины, для меня это подвиг. За хозяйственность Оли я ставлю 6 баллов. То, что я видела, это, естественно, все чисто, все... Я не понимаю, как они так оценки ставят. Но это начинается какая-то жопа. Все чисто, все хорошо, но за хозяйственность 6. Почему, блядь? Понимаю, когда сррач какой-то, еще что-то. Красиво, все замечаю. Кто это делал, я не знаю. Она уборщица, ну, то есть, насколько я поняла... Какая разница, блядь, кто убирал, блядь? Если у человека есть возможность заплатить за какую-то уборку и так далее. Ты это сама не протирала. У тебя, ну, понимаешь, дома сррач был какой-то. А, она это не любит. Оля за самореализацию ноль. Блядь, я же цыганка, блядь. Ноль самореализации. Вообще, что, ничего в жизни не достигла. Это дом, Вася, построенный на костях детей. И вообще там ненависти и злость, блядь. Все, ноль ставлю, ноль. Даже один недостойно. Коль даже не будет. Бублик будет тебе. Все, блядь. Костя, проклинаю тебя, блядь. В спорте я не вижу ее самореализации. Я вижу самореализацию ее в мужа. Наступни до себе запроси. Все, я уже жду. Просто, ребята, лайк под видео. Я уже жду. Мама экстрасенс Рубина. Моего сына зовут король. Рубина, расскажите, как выховите справжнего короля. Я немного потолстил за последнее время. Ты что, малыш? Какой малыш? Ему 12 лет, он такой кабан. Он может ходить сам в магазин. Я, естественно, его отпустить не могу. Почему? Мальчик в 12 лет не может сам сходить в магазин. Ну, в смысле? У вашей дитини есть одна проблема. Это проблема вы. Все, короче, ребята. Выпуск неплохая, мамаша, согласитесь, была. Неплохая. Мне кажется, шансы на победу первые, максимум второе место. Хотя вот эта вот цыганка всадила ей нолик в бублик. Туда. Ну, хотелось бы. Неплохая мама. Но в следующем выпуске, ребята. Мама Рубина. Син король. Экстра секси. Подписывайтесь на канал. Увидимся очень скоро. Все ссылки будут в описании. Всем пока.